Нереальное ЧП. Масштабное учение региональных спасателей. По легенде, произошел пожар на территории нефтебазы. Как все прошло? Кадры есть, работы нет. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова порекомендовала недропользователям принимать на работу больше местных граждан. Репортаж с Южного Хельчью. В центре внимания ЖКХ. Глава региона призвал усилить борьбу с недобросовестными управляющими компаниями. Меньше интернета, больше физкультуры. В Ненецком округе появится региональное отделение Всероссийской Федерации Школьного Спорта. Зачем? Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги среды в студии. Олег Хатанзейский. Мы начинаем. На территории нефтебазы Ненецкой нефтяной компании произошел пожар. Повреждение одного из резервуаров привело к возгоранию дизельного топлива. На ликвидацию чрезвычайного происшествия были брошены все силы МЧС по Ненецкому округу. Впечатлительным зрителям просим не беспокоиться. Это всего лишь сценарий масштабных учений, которые прошли сегодня в городе. О том, как силовики справились с задачей, расскажет моя коллега Ольга Русул. 33 несчастья обрушились на Наринмар и конкретно на Ненецкую нефтебазу. Согласно легенде, беспилотник протаранил один из резервуаров. Сейчас его тушат и устраняют течи. События на месте происшествия разворачиваются молниеносно. Взрыв привел к повреждению стенок двух рядом стоящих резервуаров. Каждое подразделение четко выполняет свою работу. Условно перейдет резервуар, производим тушение. С этой стороны производится охлаждение, с той стороны сейчас будет производиться пенная атака. Пока одни тушат предполагаемый пожар, другие, а именно газоспасательное отделение, облачают специальные костюмы, чтобы приступить к устранению течи. По легенде, осколки повредили емкость, и теперь она источает дизельное топливо. То есть там открытая течь осколками пробила ее, открытая течь, они сейчас приходят на место, ликвидируют течь и докладывают, что ликвидация. То есть бомба уже взорвалась, правильно? Да, она взорвалась, горит средней. Вот эта емкость средняя горит, а вот эта емкость с осколками ее раздробила, и она как бы течь дала. Эти оранжевые костюмы обеспечивают безопасную работу спасателей под обливым химическими веществами. Защищают от агрессивной жидкости и паров. Тем временем начинается пенная атака. А эта специальная пена, ее используют исключительно для тушения нефтегазовых продуктов. Установка Пурга-60 выдает воздушно-механическую пену. Расход 60 литров раствора в секунду покрывает площадь в 1200 квадратных метров. Ее применяют тогда, когда обычной водой с пожаром не справятся. Ну вот для тушения нефтебаз горючих веществ разных классов горения. А есть какие-то сложности в работе с такими агрегатами, которые тушат? Да вроде нет. Видите, простое в обращении. И это еще не все неприятности. На реке близ нефтебазы обнаруживается пятно около 800 квадратных метров. Дизельное топливо распространяется по течению печуры. Поэтому параллельно с тушением пожара спасатели проводят работы по его локализации и ликвидации. Это одни из самых масштабных учений за последнее время. Любой вообще крупный пожар, в частности вот в резервуаре, он связан с определенными организационными сложностями. Это, значит, скажем так, очень много рукавных линий, много техники, много очень организационных вопросов, чтобы пена сюда пошла, ее нужно сюда доставить, как-то организовать вопрос забора этой пенообразователя из емкости и так далее. Вот. Ну и, скажем так, уже, как вы видели, в итоге все у нас увенчалось успехом. На ликвидацию пожара и его последствия была брошена вся резервная техника. Это порядка 14 единиц. И более 80 человек личного состава. Весь Наринмарский пожарно-спасательный гарнизон, пожарная часть с постом, Ненецкий комплексный аварийно-спасательный центр, окружная служба спасения. Кроме того, безопасность во время учения обеспечивали сотрудники ОМВД и Росгвардии. Самая главная задача этих учений, то, что люди, они сами все видели, сами ножками все прощупали. И это нам дает очень большой задел на то, что если ситуация такая возникнет реально, то мы практически со стопроцентной гарантией сработаем и ликвидируем пожар. Даже можем надеяться, что в начальной стадии. Ситуация под контролем. Разбор полетов прямо на месте. Справились быстро и практически без ошибок. Город может жить спокойно. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова накануне посетила одно из крупнейших месторождений Ненецкого округа. На Южном Хельчью омбудсмен осмотрел рабочие места и оценил жилищно-бытовые условия нефтяников. Все подробности в материале Алины Ваучейской. 40 минут в небе и вот уже делегация проверяющих в 120 километрах от столицы Ненецкого округа. На одном из крупнейших месторождений Тимонопечорской нефтегазоносной провинции. Промысел – объект повышенной опасности, поэтому первым делом для делегации проводят инструктаж. Ваши действия при сигнале опасности. Вам необходимо выполнять команды сопровождающего, при необходимости одеть противогаз и в составе организованной колонны двигаться к ближайшему пункту сбора. Сразу после – знакомительная экскурсия по Южному Хельчью. Проверяющие направляются на так называемый куст – это несколько скважин, где добывают нефть. Делегации продемонстрировали, каким образом делается забор проб, а также рассказали об устройстве объекта. Татьяна Москалькова, в свою очередь, порекомендовала недропользователям принимать на работу побольше местных кадров. С тем, чтобы брали местное население, чтобы обучение было, тренировки, тренинги для них, с тем, чтобы можно было их брать. А мы в этом заинтересованы. Понимаете, почему мы заинтересованы? Когда человек местный с Нарьянвара, мы же работаем вахтовым экспедиционным методом, мы не можем запланировать у человека болезни, различные ситуации. А когда он здесь находится непосредственно на месте, в Нарьянваре, мы всегда можем найти. Ну и процесс у нас бесперебойный. Ну почему-то их маловато принимают на работу. Проинспектировали проверяющие и энергоцентр, где сегодня трудится часть сотрудников Южного Хольчью. Кроме того, Татьяна Москалькова проверила, в каких условиях проживают работники промысла. Жители нефтяного городка размещаются в комфортабельных номерах, где есть душ и чайная комната. А для отдыха во внерабочее время имеется тренажерный зал, теннисные столы, бильярд, сауна и телевизор. Во сколько подъем у людей? Завтрак с шести часов столовая работает. С шести до восемь минут. Восемь они заступают на смену, да? Да, восемь часов уже все работают. А во сколько заканчивают? Восемь. В ходе поездки делегация проинспектировала практически все объекты нефтяного промысла. По итогам осмотра ставят оценку «отлично». Очень важно было увидеть своими глазами, как работают месторождения и как организованы условия труда для рабочих. Мы знаем, что углеводород является главным достоянием нашей России. А еще более главным – это люди, которые работают на месторождении. Я очень удовлетворена тем, что я увидела. Алина Волчейская, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». Южная Хольчию, Ненецкий автономный округ. Александр Цибульский призвал усилить борьбу с недобросовестными организациями в сферах ЖКХ. Соответствующее поручение губернатор Ненецкого округа дал в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона. Одной из главных тем стало обсуждение мер воздействия на неправомерное использование средств со стороны управляющих компаний. Как подчеркнул Александр Цибульский, имеется возможность по отзыву лицензию тех коммунальных организаций, которые недолжным образом выполняют свои обязанности. Соответственно, работу в данном ключе, по словам главы региона, следует активизировать. Сфера ЖКХ является крайне социально чувствительной. Надо обращать особое внимание на то, чтобы в ней не было злоупотреблений. Когда мы проводили совещание по задолженности в сфере ЖКХ, то договаривались создать координационный орган и пригласить туда войти представителей правоохранительных органов для того, чтобы рассматривать конкретные случаи. Не менее важна оказалась и тема продажи алкоголя в округе. Как было отмечено при рассмотрении этого вопроса, сейчас разрабатывается региональный нормативный правовой акт, который устанавливает дополнительные ограничения на продажу угорячительного в дни проведения выпускных мероприятий школьников, а именно в день последнего звонка и день выдачи аттестатов об образовании. В отделении социальной защиты населения продолжается прием документов на единовременную выплату ко дню пожилого человека. В этом году заявление можно подать до 29 декабря. Сотрудники отделения социальной защиты населения еще раз напоминают пожилым людям, что всем, независимо от возраста, для получения данной выплаты необходимо подавать заявление ежегодно. Документы, кроме отделения социальной защиты, также можно подать в многофункциональный центр или получить услугу в электронном виде, направив все заявления и необходимые документы через региональный портал госуслуг и муниципальных услуг Ненецкого округа. Данная выплата предоставляется женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, проживающим в Ненецком автономном округе и имеющим трудовой стаж не менее 15 лет. При подаче заявления впервые необходимо предоставить копию паспорта, копию документов, подтверждающих наличие трудового стажа на территории Ненецкого округа не менее 15 лет, а также копии документов, подтверждающих факт проживания гражданина на территории нашего региона. При повторном обращении предоставляются только заявления и копии документов, подтверждающих факт проживания гражданина в округе. По всем интересующим вопросам можно обратиться в отделение социальной защиты населения по адресу Сопрыгина, 9Б, или позвонить по телефону 484-97 и 433-39. Другим новостям. За минувшую неделю в Ненецком округе зарегистрировано 830 случаев заболеваемости ОРВИН. Такие данные приводят в региональном Роспотребнадзоре. Там отметили, что эпидпорог превышен среди детей в возрасте от 3 до 6 лет в целом по субъекту на 7%, а вот по Наринмару на 84%. Кроме того, на 10% превышен пороговый уровень заболеваемости среди взрослого населения. Это по округу. Что касается Заполярной столицы, то показатель превышает на 76%. В управлении Роспотребнадзора напомнили, в ведомстве сейчас работает специальная горячая линия по вопросам профилактики гриппа. Ну а поправить свое здоровье жители региона теперь могут в федеральном санатории Решма в Ивановской области. Центр вошел в программу оказания бесплатной медпомощи гражданам, проживающих на территории Ненецкого округа. О том, как стать пациентом одного из лучших санаториев страны, расскажет Любовь Пермякова. Медицинский центр Решма вошел в программу оказания бесплатной медицинской помощи гражданам, проживающих на территории Ненецкого автономного округа. То есть каждый житель региона, имеющий полис обязательного медицинского страхования, а также наличие определенных медицинских показаний, может пройти бесплатное лечение в этом федеральном центре. Путь начинается от лечащего врача. То есть если есть показания для того, чтобы человек приехал к нам на медицинскую реабилитацию, а именно на медицинскую реабилитацию мы специализируемся, то человек обращается к своему лечащему врачу и тот уже соответственно выписывает направляющие документы и по согласованию с нами в определенную дату он приезжает к нам. Сотрудничество с Решмой и Ненецким округом в рамках программы ОМС осуществляется уже второй год. В прошлом году реабилитацию в центре прошли 97 человек. Основным направлением медицинской деятельности центра является лечение заболеваний органов кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта и медицинская реабилитация. Лечебная база у нас очень обширная, мы постоянно ее совершенствуем, поскольку мы федералы и к нам очень пристальное внимание. Поэтому у нас есть водолечение, магнитотерапия, барокамеры. Ее перечислить все невозможно, потому что она постоянно расширяет в зависимости от различных профилей заболевания. Напомню, медицинский центр находится в средней полосе в живописном центре на берегу реки Волги в окружении смешанных лесов. Для пациентов предусмотрены комфортабельные номера, полноценное четырехразовое питание и богатая культурно-массовая программа. Если мы берем главный корпус, то у нас все организовано для отдыха людей. То есть помимо того, что они проходят лечение, то есть у них очень обширная досуговая программа. У нас есть игровые комнаты, у нас есть спортивный зал, у нас есть замечательный киноконцертный зал. То есть у нас есть чем заняться, помимо того, что лечиться. Ну и, конечно, самое главное, зачем к нам люди едут, это за оздоровлением. Потому что, побывав у нас, человек получает иммунитет, в общем-то, на весь год. Кстати, поправить свое здоровье по этой программе в Федеральном медицинском центре могут не только взрослые, но и дети. В 2000 году коллектив санатория создал детское отделение с прекрасными медицинскими кабинетами, спортивным залом и бассейном. Отлично обученный персонал ежедневно заботится о здоровье маленьких пациентов. Современная медицинская база позволяет не только диагностировать заболевания, но и выполнять ежедневный мониторинг и полноценное лечение. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Наринмаре уже до конца текущего года могут открыть региональное отделение Всероссийской Федерации школьного спорта. Об этом сегодня заявил координатор партийного проекта «Детский спорт» в Ненецком округе Олег Писовских на встрече с учителями физической культуры. Инициативу своего коллеги педагоги поддержали единогласно. Напомню, Федерация школьного спорта в России была создана в 2009 году. Ее президентом является трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Среди задач организации развития системы школьного спорта и улучшения материально-технической базы в общеобразовательных организациях. Ну а главная же цель – это вовлечение в регулярные занятия спортом большого числа подростков. «Самая главная задача – это не получение каких-то результатов. Самый главный результат – это привлечь как можно больше детишек, ребятишек, девчонок, мальчишек к занятиям в физической культуре и спорту. Это самый главный результат. Мало того, что уровень физических способностей развития падает, так и деградируют и показатели, которые детишки сейчас дают нормы ГТО. Все вроде бы делается правильно, но хочется какой-то такой скачок, старт, чтобы всем было приятно. И, соответственно, детям видели на своем примере то, что они могут добиваться благодаря нашей работе, благодаря работе тех же учителей. Уже известно, на обновление спортивного инвентаря в образовательных учреждениях региона будет направлено порядка 5 миллионов рублей. Три из них выделят из закруженного бюджета, еще два – из федерального. И в завершении выпуска в Ненинском округе открывается школа КВН. Проект стартует при поддержке региональной администрации. Так, с 12 по 14 октября в Нарейнмаре состоится двухдневный мастер-класс от чемпиона премьер-лиги. Для всех желающих с местными КВНшками будут заниматься редактор межрегиональной лиги МС КВН «Балтика», город Санкт-Петербург, чемпион премьер-лиги в составе команды «Левый берег» – это Красноярск, автор, работающий с командами «РУДН», «Уездный город» и «Азия-микс» Алексей Екс. В рамках проекта «Молодежь Ненинского округа» сможет получить базовые знания или повысить свои уровни в области написания сценариев, актерского мастерства, выстраивания структуры шуток, а также в других аспектах. Продемонстрировать полученные знания ученики школы КВН смогут на экзаменационной игре, которая завершит мастер-класс. Записаться на бесплатные занятия можно по телефону 8-911-552-2861. Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире.